Мне нравятся оригинальные американские Левайсы. Они выпускаются с 1853 года. Каждому мужчине я рекомендую иметь в своем гардеробе пару темных, хорошо сидящих джинсов. Однако у Левайсов есть особенность, и любой парень, который их покупал, знает о чем я говорю. Три слова, слишком много вариантов. 501, 502, 505, 511, 13, 14, 27, 41, 59 и 69. И это лишь некоторые из моделей, которые менялись на протяжении десятилетий. Цель этого видео – дать вам необходимую информацию о том, как подобрать джинсы, идеально подходящие под вашу фигуру. Начнем с фасона. Сперва рассмотрим облегающий крой и узкие джинсы, а затем рассмотрим сужающиеся, клеш, джинсы с прямой посадкой и джинсы свободного кроя. Если у вас ОКР, вас ведет с ума нумерация Левайсов. Вы можете подумать, что здесь должна быть последовательность. К сожалению, компания существует очень долго, и у них так много разных моделей, которые вышли в разные периоды времени, что цифры лишь вводят нас в заблуждение. Что вообще означают эти 603? Откуда они взялись? И почему 501 не возглавляют список? Если вы худой парень, то первая часть видео для вас. Если вы покрупнее, начинайте со второй половины. В конце мы также поговорим о том, что любой мужчина может носить джинсы любого стиля и посадки. Но в целом лучше носить то, что подходит к вашему телосложению. Итак, начнем с узких джинсов. В этой категории три вида. 501, 510 и 519. 519 самые облегающие. На самом деле их довольно сложно найти. Вы также увидите 501 скини, но в основном мы будем говорить о 510-х. Ключевая характеристика 510-х в том, что они сидят ниже талии и полностью прилегают к телу. В прошлых роликах я не советовал носить подобные джинсы. Но это не всегда так. Если вы худой, узкие джинсы могут подходить по вашей фигуре. Если вы взглянете на размеры на сайте Левайсов, вы увидите различные посадки. 27 дюймов, 28, 29. У них также есть 38-дюймовая посадка для узких джинсов. С ними я был бы осторожен. Если вы упитанный, снять узкие джинсы будет нелегко. Теперь поговорим о ткани. Большинство Левайсов сделаны из хлопка, но производитель добавляет 1%, а иногда и больше эластичного материала. Это отлично, особенно для джинсов, плотно прилегающих к телу. Это придает джинсам свойство тянуться. Я знаю людей, которые хотят джинсы на 100%, состоящие из хлопка. Но нет. Левайсы 40 лет вырабатывали идеальный состав. Вас может тревожить 25% полиэстера, но он расположен в нужных местах и сочетается с хлопком таким образом, чтобы достичь лучшего качества. Теперь 510-е. Они бывают черными, серыми, темными с выцветшими участками, а также с эффектом потертости. Еще бывают пары со слегка выцветшими участками. Если хотите что-то универсальное, выбирайте темные, слегка выцветшие джинсы, черные или серые. На очереди Slim Fit. 511, 513, 22 и 603. Начнем с 511-ых. Один из лучших вариантов для молодых парней. Мой сын предпочитает их, потому что он довольно подтянутый и худой. Он предпочитает больше свободы в движениях, а для этого 511-ые подходят идеально. Они не будут чересчур свободными и мешковатыми, как пара прямых левайсов на нем. А теперь предположим, что вы немного более широкого телосложения. Вы в хорошей форме, но у вас несколько больше объема в районе бедер или ягодиц. Тогда вам подойдут 513-ые. Они прямые, но относительно узкие. Крой похож на 511-ый, но они немного шире в области талии и бедер. Они сужаются внизу не так сильно и сохраняют элегантность. Что насчет 522-ых и 603-ых? Их выпуск прекращен. Если ошибаюсь, напишите в комментариях. Когда захожу на сайт сейчас, я вижу 527-ые и 531-ые. Это новые модели. Левайсы постоянно следят за тенденциями. Порой они организуют ограниченный выпуск новых моделей. Довольно часто они включают модели в существующую систему в качестве вариаций классических, 511-ых или 510-ых. А как насчет 522-ых? С ними не все так просто. 522-ые теперь известны как 512-ые. В любом случае, они представляют собой все те же зауженные брюки. Что такое узкий крой? В чем разница между 512-ыми и, например, 511-ыми? Разница не такая уж большая. Посадка будет почти такой же. Но внизу на 512-ых сильнее прослеживается сужение от колена к лодыжке. Теперь следующая категория крой с зауженными штанинами, что может немного сбить с толку. Потому что порой эти джинсы можно отнести к другим категориям. Например, 512-ые, которые, как я сказал, будут относительно узкими, но при этом конические. Но в этой категории также находятся 501-ые. Узкая вариация 502-ых. Флагмана категории в целом. Также я хочу отметить 502-ые как новую и современную модель. Левайсы взяли за основу 501-ые. Добавили место за счет прямого кроя для тех, кому не подходят более узкие модели. Если раньше приходилось мириться с отсутствием подходящих моделей, то с помощью 502-ых эти проблемы были решены. Также 502-ые можно сочетать с джинсами цвета хаки любой другой тканью. Они будут хорошо сочетаться со спортивным пиджаком. И если вы хотите что-то более универсальное или современную посадку с небольшим сужением штаней на книзу, то 502-ые будут иметь такой фасон, что их даже можно носить с туфлями. И я думаю, что выглядеть это будет замечательно. Если вы еще не носили 502-ые, обязательно попробуйте. И если для вас 502-ые слишком обтягивающие, попробуйте 541-ые. Более свободная посадка, практически свободный крой. Но я отношу их в эту категорию, потому что здесь все еще прослеживается конусообразная форма. Если у вас несколько крупные бедра, выбирайте 541-ые. Для еще более крупных парней подойдут 550-ые. Это будет свободный крой, который все также считается коническим стилем. Далее у нас есть прямой крой. И именно здесь Левайсы начали более 150 лет назад со своих оригинальных 501-ых, которые продолжают нравиться покупателям на протяжении более 150 лет. Да, что-то изменилось. То, как они используют материал, как размещают заклепки, как подгоняют и другие детали производственного процесса. Но в целом это все те же оригинальные 501-ые, которые Левайс продавали в Сан-Франциско. Наша классическая пара 501-ых имеет прямой крой практически по всей своей длине. Таким образом, в настоящий момент эта модель может выглядеть немного более свободной, чем раньше. Кстати, на сайте Левайсов вы вполне можете найти версию этих джинсов 84-го и 93-го годов. В современной модели 501-ых можно заметить больше эластичных материалов, добавление которых стало возможным благодаря нововведениям в процессе производства ткани. Возможно, при выборе другой модели вам понадобится другой размер. Вещь того же самого размера, но в другом стиле может не подходить вам. Среди других вариаций оригинальный шаринг ту фит. Их также можно найти в размере Big and Tall. Они хороши, если вы не вписываетесь в стандартные параметры. А если вы не можете выбрать и вам нужны оригинальные 501-ые ШТОЖ, они также представлены на сайте. Еще одна классная деталь – пуговица болт. И мне нравится, что есть разные размеры 501-ых для самых разных талий. Если вы крупный парень и вам сложно подобрать джинсы, отправляйтесь на сайт. Цветовой спектр также довольно широкий. Если вам нужны зелёные джинсы или джинсы с небольшими потертостями, вы сможете найти все, что нужно среди 501-ых. Далее очень популярные 505-ые. Они подойдут, если вам нужно больше свободы в бедрах. Во всем остальном напоминают 501-ые. Если вы несколько крупнее в районе бедер, то 505-ые подойдут идеально. А если вам нравится 501-ые, но кажутся слишком старомодными, а вы хотите что-то с более низкой посадкой. Попробуйте 514-ые. Вам нравится в 501-ых все, кроме того, что они несколько свободные. Вы хотите что-то поуже, особенно в районе голени. Попробуйте 513-ые. А что, если вы хотите что-то посвободнее и прямой посадки, чтобы пространство было побольше, чем в оригинальных 501-ых. Попробуйте 551-ые или даже 559-ые. Теперь давайте поговорим о расширяющихся к низу джинсах. И это 517-ые и 527-ые. В чём разница? 517-ые – это оригинальные ковбойские джинсы. Изготовленные полностью из хлопка, крой прямой, за исключением небольшого свободного пространства внизу. Изначально они были созданы для мужчин, которые носят ботинки. Отсюда и название. Буткат. Что из себя представляют 527-ые? Здесь больше эластичной ткани. Это тоже современная модель. Посадка не такая высокая. Если вы хотите найти более эластичную версию 517-ых и с более низкой посадкой, попробуйте 527-ые. Дальше мы рассмотрим категории с просторными и мешковатыми джинсами. Ведущими моделями являются 514-ые, 550-ые и 559-ые. Ещё можно встретить 560-ые, 569-ые и 570-ые. А также то, что Левайса называют мешковатыми джинсами. Грань между просторными и мешковатыми очень размытая. В целом мешковатые плотнее сидят в районе талии, но более свободные внизу. В то время как просторные, пошире в талии. 541-ые известны как спортивные. Подходят для парня с крупными бедрами. Они всё равно будут хорошо облегать талию. В целом драпировка и прочие элементы будут хорошо подходить для тяжёлой атлетичной фигуры. 550-ые существуют с 85-го года и их называют отцовскими джинсами. Вы их точно видели. Классическая свободная посадка. Если вы хотите что-то удобное для выходных и у вас среднее телосложение, они вполне подойдут. И если 550-ые не ваш стиль, вы хотите что-то посовременнее и посвободнее, но при этом пониже и пошире внизу, оцените 559-ые. Продолжение следует...